Жизнь становится прекрасна И в ушах звон шелестит листой И стоит туман над рекой Невой Над рекой Невой стоит туман Над дурман трамбой стоит туман Над рекой Невой стоит туман Над дурман трамбой пам, парам, пам Ай-я, и ту А-а-а, и ту А-а-а, и ту Gurю А-а-а, и ту Не хочется нажимать песни на, так сказать, на горло. Я, в принципе, не делаю этого в музыкальном ланче. Вы поняли, что это начало музыкального ланча на волне радио «Русская реклама». 95,5 FM HD2 из Нью-Йорка. На аперитив мы слушаем замечательную песню группы «Ноль» Федор Чистяков, которая называется «Иду курю». Вот если б не он сам, я бы не позволил себе сократить звучание этой песни, но с его разрешения я сделал это. И сейчас сообщаю вам, я уже говорил, что у нас сегодня в гостях Федор Чистяков. И прямо сейчас мы с ним пообщаемся. Приглашаем вас отведать музыкальный ланч с Игорем Ярастовым на радио «Русская реклама». В меню разнообразное блюдо, вкусные и здоровые музыки. По будням с 12 до 2. Музыкальный ланч. Итак, Федор, добрый день, я приветствую тебя в Нью-Йорке. Добрый день. И на самом деле ты попал сейчас в передачу. Я начал этот проект где-то полтора года назад. Проект называется «Артисты и разносчики культуры». Мне очень, поскольку я сам музыкант, мне очень интересно в своих передачах общаться с людьми, которые творят или поют или играют на чем-то. Может быть, даже и рисуют, но все, что это связано с музыкой, все ко мне. У нас еще на радио на нашем есть несколько передач. Я думаю, если ты здесь будешь еще долго находиться, то обязательно я тебя приглашу в еще одну нашу программу в пятницу «Мимо нот». Там с тобой могут разобраться немножко по-другому, не как я. Но сегодня мне очень приятно, что ты здесь нашел время, пришел. И к тебе сразу первый вопрос. Как ты себя ощущаешь на американской земле? Не стала она для тебя еще как бы такой почвой родной? Почувствовал ты, что можно уверенно здесь стоять? Ну, я еще здесь очень короткое время. И этого времени еще слишком мало для того, чтобы что-то здесь ощущать. Ну, знаешь, бывает, как иногда даже приезжаешь, и там несколько дней ты понимаешь, да, мое, я дышать здесь совсем по-другому. Я дышу по-другому, я здесь живу по-другому. Нет еще пока, да? Ну, нет, вообще каких-то впечатлений их много, но оно такое все очень неоднозначное. То есть в чем-то здесь очень хорошо, но в чем-то здесь достаточно сложно жить, потому что это совсем не то, что в России. Образ жизни другой, отношения между людьми. И, да, это я понимаю. Но радует, что здесь какие-то моменты все-таки есть другие. Сначала их не понимаешь. Вот я тебе по секрету скажу из моего почти 30-летнего опыта здесь жизни, что некоторые вещи кажутся сначала непонятными и ненужными, а потом через какое-то время ты начинаешь понимать, действительно правильно, так и надо было делать, так и надо делать, и так и надо жить. Ну, какие-то, конечно, просто, ну, кажется, дурацкими они такими и остаются. Везде есть, конечно, свои сложности. Мне самое главное, вот вопрос какой. Ты с инструментами приехал сюда, с музыкантами, и давай сразу скажем, что удалось тебе организовать концерт, так? Концерт пройдет буквально завтра, господа. Да, Федор Чистяков будет, и друзья будут играть в D-Room, который находится по адресу 85 авеню A в Нью-Йорке, это Манхэттен. И информация по билетам на сайте droomnyc.com. droomnyc.com. Федор Чистяков, завтра, 3 ноября, если мне не изменяет память, завтра 3, правильно? Скажи, пожалуйста, давай немножко об этом концерте. С кем ты будешь работать здесь? Ну, со мной будут музыканты, с которыми у меня был совместный проект еще в 2000 году. Это гитарист Иван Жук, и, ну, собственно говоря, с ним мы и позже пересекались в каких-то проектах. И барабанщик Гарик Багдагюлян, и дополнит все это местный басист Геша Фельдман. Окей, хорошо. У вас будет квартет. Я так понимаю, значит, скрипка, бубен и утюг. То есть баян, аккордеон, гитара, барабан и басист, правильно? Да. Отлично. Ну, это классический набор. Мой любимый набор, и в твоем стиле я уже слышу и чувствую по инструментам, звучание будет достойное. Давай мы сейчас послушаем одну из песен, которая будет на концерте. Какую мы выберем? А вот можно послушать песенку «Мы идем пить квас». Это песня из альбома «0 плюс 30». Это юбилейный альбом к 30-летию группы «0». Для этого альбома были перезаписаны песни группы «0». И вот эта песня «Мы идем пить квас» первоначально была записана на самом первом альбоме группы в 86-м году. И вот сейчас она в обновленном виде. И вот это новый вариант, который вы услышите на концерте завтра в D-Room. Ребята, бегом на сайт droomnyc.com. Завтра есть возможность услышать уникального исполнителя, я не побоюсь этого слова, легенды русского рока, Федора Чистякова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я канцелярская крыса без работы всегда, у меня целый день обед и всю неделю среда. Свои последние деньги я проел еще вчера, и на моей фалде протерлась дыра. От полушки до полушки, я надеюсь на аванс, и пью холодный квас. Я иду среди огней больших городов, мимо модных ресторанов, дискотек и цветов, Мимо деловых красавиц и красивых птенцов, вспоминая отрывки розовых сенов. Жизнь, конечно, хороша, но в кармане не жужжет. Мы идем пить квас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я иду среди огней больших городов Мимо модных ресторанов, дискотек и цветов Мимо деловых красавиц и красивых дельцов Вспоминая отрывки розовых снов Жизнь, конечно, хороша, но в кармане не шиша А мы идем без квас Не знаете, чем порадовать любимых? Что может быть прекраснее букета свежих цветов? Юник Флауэрс Делаем букеты на заказ, оформляем цветочные корзины Свежие розы от одного доллара за цветок Наш адрес на Шипс Хэтбэй 1720 Эвенюзи 718-332-39-64 Магазин в Бенсон Хёрсте 19-41-86-я стрит 718-618-70-15 Мы работаем без выходных С 7 утра и до позднего вечера Доставим цветы в любую точку Бруклина Ресторан «Кавказский дворик» на 2715 Авене Ю Приглашает вас на встречу нового 2018 года Здесь кухня вкусная, о том никто не спорит Порадуйте друзей своих, родню Гостеприимный ресторан «Кавказский дворик» Зовет гурманов Бруклина на Ю Цветы живые, музыка живая Творит хозяин Славик волшебство И место лучшего в Нью-Йорке я не знаю Чтоб провести любое торжество Кавказский дворик 718-769-70-03 718-769-70-03 Русская община и бизнес Газета деловых людей Телефон рекламной службы 718-769-3000 Музыкальный ланч С Игорем Ярастовым И сегодня у нас в гостях Фёдор Чистяков Концерт, которого состоится Завтра в Друм Можно так произнести Меня поправили Или Ди Ром Или Дром Который находится по адресу 85 Эвеню А В Манхэттене На сайте Друм НВС Дот Кам Вы найдёте Всю информацию Мы уже послушали Песню из нового Альбома Вернее старая песня Которая была записана В старом первом самым альбоме Но переписанная Сегодняшними исполнителями Которые будут работать Завтра вместе с Фёдором На концерте У меня сразу вопрос По первой записи Я, поскольку тоже музыкант Мы тоже дома писали Там делали из дивана барабаны У вас так это так же происходило? Или вы Всю установку Занесли К тебе в квартиру Я так понимаю Первый же альбом У тебя был записан дома? Ну нет Начиналась запись дома И у нас было такое оборудование Такие Ты наверное помнишь Продавались в магазинах радиотехника Микшерные пульты Такие с тремя колёсиками Ну да Было таких два микшерных пульта У меня ещё был усилитель Вот такой с глазом Тогда в бас-гитару Была установка Но просто рабочий барабан И хай-хэт И тарелка Даже без бочки Пионерские наверное Из пионерской комнаты Украдения Нет Нет Не из пионерской комнаты И Ну какие-то гитары были Два магнитофона катушечных Кометы там всякие Маяки Маяк Да Орбита Что-то ещё Я помню то же самое Мы знаешь как бы Делали установку У нас бочкой было просто Удар Удар палочкой по дивану Да А малый рабочий барабан Газетка Клалась рядом Да Ну это правда было В 70-х годах Чуть-чуть раньше Это 76-й 75-й год Ну так вот А потом Как вы попали К Тропила Расскажи Потому что По идее Это историческое уже место Которое Если ты То есть сейчас Уже понятно Что люди Которые там записывались Уже считай Классика Русского рока Да Но Совершенно случайно Просто оказалось так Что вот эта студия Она находилась В доме пионеров И школьников Который находился Буквально в двух шагах От моего дома И однажды Я каким-то образом Обнаружил Правильное место В нужное место Рекламу Что Вот есть такой кружок Я подумал Как интересно Какой кружок Надо сходить Узнать Что это за кружок Вот И так мы туда И записались С кем ты записывался Тогда Можешь вспомнить Кто тебе помогал Ну Это Были Одноклассники Алексей Николаев Анатолий Платонов И Альбом Зазывался Скрап Правильно Скреп Скреп А Название группы Уже было На самом деле Это было название группы Ага Общий проект Как бы Скреп Да Такой был Да Было название В переводе Обзначало Металлолом Ну да Останки Вот Ну А потом Когда уже Попали К Андрею Тропилу То мы стали Перезаписывать Вот этот самый Альбом Скреп А я понял Уже в каком-то В лучшем качестве С измененным Каким-то трек-листом Что-то вошло Оттуда Что-то уже Новое появилось И уже назывались Музыка Драчевых-напильников Это было название Название Альбома И на каком-то Ты сейчас все перепутал Не перепутал Я просто вспоминаю Отрывочками Что я помню Нет, все правильно И там на каком-то этапе Была сочинена Песня Инвалид нулевой группы Она была сочинена Именно на баяне И это тоже был Такой переломный момент Когда Тропила Это увидел Он сказал Что Пришло к нулю Не надо играть на гитаре Надо играть на баяне И вот это Очень круто Молодец На самом деле Эта характерность Она до сегодня Тебя отличает От много Что есть И звук характерный И манера исполнения Конечно Не говоря уже О твоем тембре Таком полународном Полуроковом В общем Эта песня Она и дала Название группе Потому что Группа первоначально Называлась Нулевая группа Инвалид нулевой группы Нулевая группа Но Впоследствии Это превратилось в ноль Да То есть До отрицания Не дошли Но Были близки Да На самом деле Знаешь что Я так помню По По своим Начальным Тоже Музыкальным Экспериментам Очень часто Бывало Что домашние записи На каком бы уровне Они проходили Они имели Свою энергетику Колорит И Стоило большого труда И как правило Не получалось Потом Вот этого Вот этого Вдохновения Звучания Когда вы Переходили Уже на студию Удалось вам Как-то Так сказать Это вот Домашнее Домашний Вот этот Позыв Энергетику Перенести на студию Ну Дело в том Что Студия Андрея Тропил Это была Не просто Какая-то Обычная студия В действительности Студии тогда Было очень мало Как ты И сам Даже знаешь Да Там Это мелодия Там еще что-то Ну да Это студия Звукозаписи Да Студия Звукозаписи И как правило На этих студиях Звукозаписи Царили такие Какие-то Архаичные Методы Звукозаписи Они не были В соответствии Ни с какой-то А здесь Как квартирник С новой Рок-н-ролльной мыслью В студии Тропила Там было не такое Может быть Хорошее Оборудование Но зато Там царил Такой дух Настоящего Эксперимента Поэтому там Мы могли В общем-то Развлекаться Как угодно Можно было все Но в плане Звука Понятно Ну звука И атмосферы Я понимаю Это самая главная Атмосфера На самом деле Битлз тоже И так и так Пытались Но пока Какой-то Дух этот Не почувствовали В Эбби Роуд Которая была Официальной студией Но на самом деле Им удалось Создать какую-то Атмосферу Они там Начали писать Песни И уже Не хотели От этого Уходить Значит Инвалид Нулевой Группы Ну а Как с выступлениями Удалось Удалось Тогда уже выступать Потому что надо было Показываться на народе Но на самом деле Это были времена Когда Существовал Ленинградский рок-клуб И Ленинградский рок-клуб Выполнял такую Очень важную функцию Он давал возможность Непрофессиональным музыкантам Потому что Опять-таки Тогда чтобы Играть на публике Нужно было Входить Либо в Лен-концерт Либо в Росконцерт Это же середина Я знаю В 83-м Мы сами проходили Прослушивание И сдача программы Литовка текстов И так далее И Те кто не принадлежал К этой организации Они не считались Профессионалами Даже независимо от того Насколько хорошо Или плохо Они умели играть Это Чисто момент Такой статус И рок-клуб Он представлял Такую альтернативу Он позволял Любительским Ну скажем так Любительским По меркам Лен-концерта Без трудовой книжки Да Без трудовой книжки Выходить уже На публику Ну это все делалось Тоже под контролем Потому что я тоже Смотрел и ходил В московский рок-клуб И тоже видел Что да На самом деле Было полезное дело Пусть под хреновым Этим контролем Комсомола И там И чекисты наблюдали Но была возможность Все-таки выходить И что-то доносить людям За это надо Кому-то памятник На самом деле Поставить Кто-то это Пробивал Но тогда уже было Время такое Ну невозможно было Удержать весь этот нарыв Рок-н-ролльный Молодежный Где-то в подвалах И не пускать его никуда Правда Поэтому спасибо Надо сказать этому времени Рок-н-ролльный нарыв Ну я условно сейчас говорю Чтобы люди могли понимать О чем идет речь Потому что как такового Ну не было официально Рок-музыки Да Ну там кто-то Машины времени уже Начали выступать К тому времени официально Но такие команды Вот как Ноли Тем более Ну и там Даже тот же там Аквариум Зоопарк Кино Алиса Алиса Все Я тогда Не могу сказать Что очень Сознательно Занимался Каким-то Собственным Продвижением Или карьерой Мы тогда были Так-то я называю Советские люди Да Понятно И многие какие-то вещи Они были неведомы Непонятные Типа продались За деньги Играют Да-да-да Еще работать за деньги Это тоже Как-то нехорошо Значит Ну и Это Это было такое Достаточно Иллюзорное время Да Это все знакомо Какой бы ты Я так вижу У нас есть и новые песни И старенькие Но Вот по твоему желанию Я Плейлист Вот этот Ну вот Хочу, чтобы ты составлял Например Есть Песня Одноглазого пирата Это песня Из Последнего Авторского альбома 2016 года С новыми песнями Ребята Новые песни На радио русской рекламы Они звучат впервые Это считайте премьера Зову вас завтра На концерт Федора Чистякова С друзьями В Друм В Манхэттене Заходите на сайт drumnyc.com Там есть вся информация А мы слушаем Песню Одноглазого пирата Взяли на абордаж Атомный крейсер короны Слушай мой репортаж Юнги-макароны Опустил мой патронтаж Бомбы, сабли и патроны Здравствуй, янтарный пляж Солнечный берег Сарбоны Это песня Одноглазого пирата Он сейчас на берегу Парата Слушай Сюда, ребята Вам говорю Алфитерзей О, здравствуй Ты в Сомали Здесь не нанять адвоката Срочно сливай рубли Покупай тукаты Прочно сели на мели В банках вскрыли Три отката Детка Ты в Сомали Здесь не наймешь Адвоката Это песня Одноглазого пирата Он сейчас на берегу Аппарата Слушай Сюда, ребята Вам говорю Алфитерзей Субтитры создавал DimaTorzok Завтра ложимся в дрейф Исчезаем с радаров В НАТО Взломали сейф Добрых вам кошмаров ЖПС зайдет с ума И завистнут все айфоны Чао, прощай зима Здравствуй, мой берег Сарбоны Это песня Одноглазого пирата Он сейчас на берегу Аппарата Слушай Сюда, ребята Внимание! В кондиционерную компанию Требуются опытные механики И специалисты по установке оборудования Воздуховодов и труб Оставляйте заявку на сайте HVACJob.us Стандартная оплата От 12 до 40 долларов А на государственных проектах До 90 долларов в час Компания предоставляет Пенсионный план Страховку Оплачиваемый отпуск И больничные Работа на чек Базовый английский Обязателен Звоните сейчас 347-292-47-47 347-292-47-47 У вас свадьба? Бар и бат-митцва? К вашим услугам Великолепный зал Крест Халу Кантри Клаб Вмещающий до тысячи человек С великолепными фонтанами И бассейнами Где проводят церемонии хупы А также большое количество Залов на ваш выбор К вашим услугам Гладкошерный Кейтринг Нью Стар Исполнит все ваши капризы Проведения банкета Включая любую кухню мира Обслуживание на высшем уровне От начала до конца 917-559-95-22 917-559-95-22 Внимание всем желающим Получить ТЛС-права Абба Такси Скул Единственная школа водителей такси Кар-сервиса и лимузина в Нью-Йорке Где вы можете пройти полное 24-часовое обучение На русском языке И сдать заключительный экзамен В нашей школе вы можете пройти Вилчер-класс Мы помогаем заполнить Все необходимые документы Наш телефон 347-829-29-99 Музыкальный ланч Отгадайте, чем мы сейчас занимаемся Мы, как у нас говорят Расшириваем фотографии Кидаем друг к другу фотки Здесь сделанные в студии Вы, кстати, можете посмотреть на нас В Ютубе Прямо сейчас идет живая программа Заходите в Ютуб Пишите радио Русская реклама На любом языке И попадаете к нам в лайв Там уже видите фотографию Федора Чистякова Чей концерт Завтра пройдет в Друме В Нью-Йорке Ну что ж Есть еще вопросы Знаешь, какие? Я знаю, что Музыканты, авторы Исполнители Очень часто не любят Те песни Старые песни Или новые Или песни, с которых они начинали Которые стали очень популярными И в которых что-то Они или надоедают Или уже так натерли язык Что невозможно их исполнять И говорить о них Но все-таки Хотелось бы вспомнить Может быть не саму песню Но тот клип На песню Иду курю Который на самом деле Расширил твои границы То есть если ты Был досягаем Когда-то для любителей рока Может быть Которые в клубы ходили В рок В рок-клубы То клип Вынес тебя На более широкую аудиторию Вот расскажи историю Этого клипа Кто придумал Кто снимал Этот клип Был Сделан Студия МММ Такая была Макарин Нет МММ Эта студия Снимала рекламу Для МММ А я понял Там этот Леня Голубков Да Сериал И в общем Они сделали Видеоклип Там был такой Режиссер Бахыт Килибаев И Там был Режиссер Постановщик Вылетел Вспомнишь Скажешь Где снимали В Москве И это снималось Все в декорациях Которые были построены Для фильма Гангофер В этих декорациях Снимали фильм Гангофер И Заодно Там же На этих же декорациях Сделали Клип Ну очень Да Очень прикольно Был сделан Причем Я сейчас уже Не вспомню Там было задействовано Очень большое количество Артистов Актеры Там И танцевали И там И дрались И сценки Какие-то Да И в разных костюмах Там было Это было шикарно Конечно Сколько дней снимали День-два Дело в том Что В общем-то Мы Можно сказать Практически Не участвовали В съемках Потому что В первый день съемок Стало понятно Что Что нас Снимать Что нас снимать Не надо Что снимать надо Артистов Да Ну на самом деле Шикарно было сделано Задумка была фантастическая Вот видишь Это Может быть Идея режиссера Или сценариста Но Выглядело фантастически С атмосферой С погружением Ну У тебя до сих пор Наверное Просят эту песню Исполнять На концертах Ты как Относишься К старым песням Ты мне уже По секрету говорил Скажи слушателям Да Но Дело совсем не в том Что Какая-то песня Она там Надоела Или вот Что я ее не люблю Или что она мне не нравится Не в этом Просто Дело Да Дело не в этом Просто Содержание Этой Песни Ушло от того Чем ты сейчас живешь Да И Скажем так Оно для меня Не просто Как-то устарело Даже морально А Оно Для меня Неприемлемо Вообще То есть Я пожалуй Тебя приглашу В следующий раз На программу Не мимо А на программу Гармония Где мы говорим О здоровом образе жизни Так я понимаю Ну Куда-нибудь пригласишь Будет хорошо Ну это шутка Ну Вы должны понимать На самом деле Мы все проходим Через Через какие-то Моменты в жизни Сложные Или моменты Где нам Хочется Поэкспериментировать Чем-то И потом Когда Возвращаешься мысленно К этим Дням И к этому времени Кажется Нифига себе Столько времени потерял А ведь тогда казалось Что все на взлете И все так здорово И тебя все понимают А на самом деле Очень часто бывало так Что если ты находишься Под влиянием чего-то Ты находишься в колпаке Тебе кажется Что ты На взлете И тебя все понимают А между людьми Какая-то Такая пропасть Возникает Тебя наоборот Не понимают Мне очень нравится Название Одного альбома Роджера Уотерса Называется Amused to death То есть развлекся До смерти Примерно вот так Это опасная история Да И слава богу Что люди находят Выход из этих Ситуаций Давай по По новому Альбому поговорим Хоть ты еще Твердыми ногами Стоишь на американской земле Как мы поняли С начала программы Но тебе удалось Все-таки здесь Что-то записать Ты уже как бы И сочинял здесь Или у тебя Была давнешняя Заготовочка Нет У меня Был материал Который я Планировал записать Просто так получилось Что записывать Я его стал здесь Ага И записывать Я его начал Практически Сразу же После того как Приехал Да Какие-то Приобрел здесь Необходимые Какие-то вещи Для этого И начал работать Опять же как бы у тебя где-то Или в студию пошел Ну У меня Такая Своя студия Домашняя Ну да Нет Слушай Для музыки Которую Которую ты исполняешь Я прекрасно понимаю О чем ты говоришь У меня тоже как бы Дома Можно кое-что писать И я Какие-то работы Делаю там Это хорошо Это хорошо Что у тебя уже есть звонки И тебе звонят На самом деле Ты становишься востребованным Здесь тоже Да Мы про студию Ничего страшного Мы про студию Слава богу У тебя есть возможность Что-то делать Что-то творить Скажи У тебя как бы песня У многих Вот Люди Некоторые пишут На музыку На стихи Или стихи На музыку У тебя возникает Это все как-то сразу Или что Или ты все-таки пишешь Это бывает Это бывает всегда по-разному Поэтому я задавал тебе В экране Потом в куплете Короче Премьера песни Еще одна И я очень рад Что это происходит В Нью-Йорке Это исторический момент Кстати Для тебя И для меня особенно Потому что Ну вот это вот Горячее Со сковородочки Запустить первым В Нью-Йорке Это тоже большая честь Спасибо тебе огромное Федор Чистяков Убрать свидетелей Новая песня В музыкальном ланче На радио Русская реклама Из Нью-Йорка Никто не должен видеть Никто не должен знать Мы будем свои планы Секретно продвигать Секреты нашей мафии Надежно охранять Утечка информации Нам может помешать И ставки высоки Ведь тайна велика Захватим мир побольше А пока Ура! Свидетелей Ура! Свидетелей Ура! Свидетелей Никто нам не указ Никто нам не закон Мы сами и закон И солнце И луна Запустим реки Вспять И сменим полюса Продвинется наша власть Еще на полчаса Замейте щель рыбы Прячьтесь облака Займемся скоро вами А пока Ура! Убрать Свидетелей Убрать Девчонки, братья, девчонки, братья, девчонки! Правозащитники, лойеры и прочее бревно На стендах правосудия мешаются давно Мешают своей яресью на миссию нести Вы всех должны спасти, вам от спасения не уйти Немного потерпите, у нас рука не коротко Займемся вами скоро, а пока... Напьемся завтра нефть и выкурим весь газ Галактику накроют огромный медный таз Запустим мирный космос, ракету сатана Потом всем гуманоидам вообще придет хана Оставьте ваши сопли и ваш дешевый фас Склон будущего в яйстве и мы летим на Марс Мы начали игру, нужно только победить Потери будут велики, но мы не можем отступить Будет вся вселенная лежать у наших ног Мы поднимем с нами громко, криким с нами Бог КОНЕЦ 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 Ваше время. 718-769-28-86. 718-769-28-86. Шоколад премиум класса «Мелани». Шоколад «Мелани» не только в подарочной упаковке, но а также на каждый день. «Мелани» – это вкусный шоколад. Шоколад «Мелани». Вкус превзойдет все ваши ожидания. Внимание! Радушно распахнулись двери ресторана «Белорусская хата». Возможность попасть в Беларусь, не выезжая из Нью-Йорка. В ресторане «Белорусская хата» – все исконно белорусское. От мебели до рушников. Вы насладитесь блюдами национальной белорусской кухни от бульбы до бобруйской бабки. «Белорусская хата» – это сеть ресторанов, открытых в Гомеле и Москве. А теперь еще и в Нью-Йорке. «Белорусская хата» – 1655 Шефс-Хэтбэй-Роуд в Бруклине. Заказать места можно по телефону 718-332-4292. Музыкальный ланч с Игорем Ярастовым. И не только с Игорем Ярастовым. Сегодня у нас в проекте артисты-разносчики культуры Федор Чистяков. Самый что ни на есть разносчик в хорошем смысле этого слова. И все, что он разносит, можете завтра посмотреть и послушать в клубе «Дром 85 Эвеню А. Манхэттен». Заходите на сайт «Дром NYC». «Д-Р-О-М-Н-В-А-С-И-Д-О-Т-К-А-М». Там можно почитать, посмотреть, где можно взять билет и как добраться. И завтра они разнесут «Дром». Той самой культурой, которую разносят. Ну, на самом деле, я вот еще раз слушал песни, и вот этот вот трепетный, трепетный, другого слова не найти, тембр аккордеона, он как-то вот завораживает, знаешь, когда слышишь это, сразу ностальгия возвращает тебя вот в этот ламповый орган «Хаммонт» у «Юрохип» или «Зепплин» или «Дипёрпл», да? И он как-то вот пробирает, мурашки аж бегут от этого тембра. Ты учился, я так понимаю, да? Да, я учился играть на баяне. Это баян, да. Баян. Да, я с ума сошел. Бывает, да. Ну, гармошки и гармошки. На самом деле, баян — это одна из разновидностей аккордеона. Ну, аккордеон, да, чтобы было понятно нашим слушателям, аккордеон — это с клавишами, как у пианино, а баян — это с кнопочками, как у гармонистов, у гармошек. Нет, это кнопочный аккордеон. Здесь называется «Button Type Accordion». А, ну, здесь то же самое, да, аккордеон, правильно. Видишь, как я уже давно не играл, поэтому отвлекся от этих названий. Спасибо, что подсказал. Скажи, пожалуйста, ты сейчас диски не выпускаешь, да? И ты вообще как бы не выпускал? Я имею в виду физические. Почему? Выпускаешь именно, да? Ну, до последнего момента всё выпускалось. Всё так же, да? На пластиночку? Да, вот последний — это был диск 0 плюс 30. Юбилейный. Что туда входило? Расскажи нам. Ну, там вот были песни группы 0, 12 треков и… Переписанных. Да, переписанных. Хорошо, а вот эти новые ещё нигде не выпущены, правильно? Ну, это ещё только первый сингл. Альбом будет выпущен, наверное, весной 2018 года. И он будет выпущен как на CD, так он будет и цифровой. Окей, а винил не модно сейчас? Винил мы тоже выпускали. Два последних альбома, они также есть на виниле. Это «Без дураков» и 0 плюс 30. Будет ли на виниле новый альбом, пока трудно сказать. Я понял тебя. Но удовлетворяет тебя звучание на компакт-дисках сегодняшнее? Как бы винил такой был тёпленький, родной, аналоговый. Ну, времена… Вернет ностальгии по вертушечкам. Времена изменились, конечно. Я когда зашёл в этот магазин «Антиквариат» в Чикаго, мы были, посещали. И там много-много пластинок всяких таких старых. Ну, было интересно порыться. Да, что-то зачесалось, но и ушло тут же. Это было другое время. В принципе, меня звук… Ну, что сейчас? Цифровой звук. Это даже не CD, уже и CD-то даже не нужны. Уже всё MP3. Ещё вопрос. Американская земля. Я не думаю, что ты зря сюда приехал. Во-первых, ну, понюхать немножечко другой жизни. Почувствовать себя. Может быть, на концерты ходить? Ты куда-то ходил уже, нет? Хочешь сходить на какие-то концерты здесь? Ну, на одном концерте был. Я сходил на Джорджа Бенсона. На Бенсона сходил удалось всё-таки, да? Как впечатление? Ну, очень круто. Я понял. Очень. Думаешь ли ты делать что-то на английском языке? Дурацкий вопрос, но раз уж приехал. Ну, скажем так, я думаю. Но пока я ничего не придумал. Надо, чтобы зачесалось, чтобы выскочило откуда-то, я так понимаю. Ну, то есть, не специально придумывать, а наветь должно что-то всё-таки, наверное, да? Как это может произойти? Да, да, да. Это процесс. Не ставишь специально себе задачу, вот, надо песню на английском. Ну, вот так прямо, что срочно, нет. Хорошо. Ну, что ж, можно сказать тебе огромное спасибо. Пожелать, на самом деле, как говорят у нас творческих узбеков, чтобы мечты твои сбывались, даже если ты ни о чём не мечтаешь, чтобы эта дорожка вывела тебя на ту линию, которую когда-то вывела в 86-м году весь твой коллектив и весь твой проект. Чтобы мы о тебе говорили не просто как о классике и живой легенде, теперь уже можно это сказать, но и о том, что ты творишь и что ты делаешь, и что и мы, и наши дети могли когда-то взять, поставить пластиночку CD или воткнуть у себя где-нибудь в iPad, в iPad Digital Track под названием Фёдор Чистяков. Спасибо ещё раз огромное. Ещё раз напоминаю, ребята, DROM завтра в Манхэттене, DROMNYC.com. Вся информация, Фёдор Чистяков с друзьями вживую, и у тебя есть буквально минута, чтобы что-то сообщить американскому слушателю. Ну, что сообщить? Приходите завтра на концерт в DROM, будет весело. Ребят, что может ещё сказать? Будут какие-то новые песни, но будут также обязательно старые песни, которые вы любите. Музыкант по-музыкански ответил, завтра он ответит на мой дурацкий вопрос своим исполнением. Будут, конечно, новые песни и будут старые, которые мы все помним и любим. Следующим у нас Человек и Кошка. Никуда не уходите, поскольку в следующем часе, час ваш, я исполняю ваши пожелания, вы мне присылаете их на номер 646-600-ТЕКСТ или 646-600-83-98. Завтра все на концерт Фёдора Чистякова. Пока. О том, что в Узбекистане детей принудительно отправляют на сбор хлопка, а также о том, что Тегеран призвал Москву изолировать США, более подробно вы узнаете через несколько минут. Оставайтесь с нами. Человек и Кошка Поплачут у окошка В серые дожди каплят прямо на стекло Человеку с кошкой едет неотложка Человеку бедному мозг больной свело Доктор едет, едет сквозь снежную равнину Порошок целебный Людям он везет Человек и Кошка Порошок тот примут И печаль отступит И тоска пройдет Человек и Кошка Дни с трудом считают Вместо неба синего Серый потолок Человек и Кошка По ночам летают Только сон не вещей Крыльев не дают Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»